Уважаемые зрители, сегодня у нас для вас две истории. История первая. Когда Баттер Милк прибыла в IDL, она была истощена, у нее был положительный диагноз сердечного червя, и у нее была серьезно сломана лапка. У нее была большая опухоль на груди и еще одна на задней лапе. У нее также была пиометра, потенциально очень опасная инфекция матки, которая возникает у нестерилизованных самок. Немедленно была проведена операция по стерилизации и удалению инфицированной матки вместе с опухолью на груди. Была проведена еще одна операция по ампутации передней левой лапки, так как она была слишком травмирована, чтобы ее можно было спасти. Результаты лабораторных исследований показали, что новообразование на ее груди было кожным плоскоклеточным раком, вероятно, вызванным хроническим воздействием солнечных лучей. Животные с небольшим количеством пигмента склонны к развитию рака кожи в местах, сильно подвергающихся воздействию солнца. Опухоль на ее задней лапе была диагностирована как раковая опухоль и полностью удалена. У бедняжки пахты также коллапс трахеи. Кольца хрящей вдоль дыхательных путей от ее горлок легким ослаблены и могут разрушиться, вызывая ее кашель, похожий на свистящий звук. К счастью, коллапс минимален и с ним легко справиться. Пахта восстановила свой вес, оправилась от операции и теперь избавилась от сердечного червя. Наконец-то, впервые за долгое время, она здорова. Несмотря на все, через что она прошла, пахта просто светится от счастья, она живой пример того, что никогда нельзя сдаваться, даже в самых тяжелых ситуациях. Боли и страдания, которые она перенесла, вызывают у нас желание плакать, но ее всегда виляющий хвост и широкая улыбка никогда не перестают вызывать улыбку. Пахта уже завоевала сердце своей новой мамы, и теперь у нее есть собственный дом. История вторая. Когда мы поймем, что щенки – чувствительные существа, которые существуют в нашей жизни только для того, чтобы дарить любовь и быть любимыми, мир изменится. К сожалению, некоторые люди не понимают этой простой истины и предпочитают навредить им таким образом, чтобы у них осталось воспоминание, насколько бессердечным может быть человек. К счастью, в этом мире, где добро и зло, кажется, постоянно сражаются, всегда появляется маленький ангел, который в конечном итоге меняет жизнь самых беззащитных существ. Когда ее нашли, ее физическое состояние было плачевным, но еще хуже были раны на сердце. Она чувствовала себя настолько подавленной, что думала, что весь мир против нее, и даже не хотела оборачиваться. Маленькая собачка лежала на земле совершенно беспомощная и уязвимая, ей нужна была помощь, чтобы выжить. Спасатели назвали ее Лорой. К счастью, появился ангел-хранитель и передал ее в ветеринарную клинику. Не получив вовремя медицинской помощи, ее, возможно, не получилось бы спасти. Путь к выздоровлению маленькой Лоры был долгим, но все были готовы ей помочь. Ей давали различные антибиотики и стабилизировали ее жизненные показатели. Первое, что они сделали, это побрили места ран, чтобы правильно их обработать и, наконец, очистили всю область. Из-за слабого состояния здоровья Лори требовалось дорогостоящее лечение, поэтому ей нужна была приемная мать, которая взяла бы на себя ответственное отношение к ее лекарствам, но, прежде всего, которая дала бы ей любовь, в которой она так нуждалась. Одна женщина согласилась не только оплатить счета, но и предложить ей уютный дом и регулярные визиты к ветеринару, чтобы следить за ее состоянием. Через несколько дней после ее спасения сделали рентген. К счастью, все было хорошо, однако ей потребуется много физиотерапии. Лора – маленький воин, который показывает нам, что все возможно в руках правильного человека. Все были готовы и дальше помогать милой Лоре, которая оказалась отважным бойцом. Проблемы продолжались для маленькой собачки, ветеринар вскоре понял, что Лора полностью слепа и глуха. У нее также были диагностированы некоторые проблемы с печенью, и, как будто этого было недостаточно, у нее также не было обоняния. У этой милой собачки впереди много испытаний, но у нее есть поддержка замечательной ветеринарной команды и приемной матери, которая готова сделать все возможное, чтобы улучшить качество ее жизни. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.